Летом тут идешь и просто пот ручьем течет из тебя. Настолько тут жарко, блин, почему-то. Почему-то эта жара, она как-то тяжело переносится. Не знаю, когда в Сочи хоть шел по суну, когда поход у меня был, то как только я уже зашел в этот климат, мне стало легче идти, я перестал потеть. А здесь почему-то для моего организма как-то жестко вообще это все переносится. Почему-то очень сильно потеешь, перегреваешь. Влажности не хватает какой-то, не знаю. Такие здесь почвы глинистые. Чувачок собирается, и какой-то он странненький. Этот отвальчик произошел скорее всего вот за это время, за зиму. Потому что летом такого не было здесь. Это недавно было. Здесь водичка уже чище видно, это солнце. Лучи падают так на воду, что плохо видно вообще. Если я глазами плохо вижу, то с телефоном тем более. Красота. Порода. Такое ощущение, что просто был какой-то замес из камней глины. Видимо таким образом происходит осаждение известняка и каких-то еще минералов. А этот вид мне напоминает креницу. Один в один. Камни, камни. Вот, кстати, опять камень там, где этот моллюск проделал дырочки. Видите какие они? Маленькие. 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 Тихо сахара на воду ирок дырочки. С Quốc Swap 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 Swap. по части по тех кроссовок можно отметить немало важный факт что они весьма неплохо держат поверхность когда она мокрая когда вот плитка к примеру плитка на которую крокс у меня просто как на коньках ездят они хорошо держат камни вот это скользкую поверхность они держат весьма неплохо но сейчас они уже конечно выглядит похуже у них у этих коричневых достаточно весьма сказал бы в мягкая не знаю что это кожа или текстиль если бы она была пожестче было получше и так сильно потеют ноги я бы сказал наверно у тех кого они не очень-то потеют у меня просто такие ноги что они что они как-то сильнее потери чем у других ну и после армии они весьма воняли с чем я очень долго боролся и вроде как я под разработал способ как избавиться от этого они уже не воняют но все равно ну и кстати они потеть меньше стали если но раньше вообще когда еще до армии я просто не знал что такое потение штуковой ног я просто вообще не знал я помню когда учился колледже мы с кентом пошли короче к его кенту турку на на хату ну на съемную квартиру гости пошли и там потниками воняла просто жесть и там я на на первый раз понял как воняет вообще носки вот у меня вообще ноги не воняли ну как только как я попал в армию искупался в общественные за как ее назвать бани да вот и с тех пор у меня там помню жара было летом не попал в армию чем такое место где очень было жарко вот мы омотали портянками ноги и они стали вонять зиме просто как будто кто-то сдох реально такая огонь как будто аммиак или что-то такое ну грибок я не мог от этого грибка избавиться я не знаю наверное до сих пор не знаю я так понял что вот эти бактерии они короче хавают кожу и туда как-то там испражняются ли что как бы в это мертвой кожи получается во первых как меня она не может дышать кожи за из этого мертвого слоя во вторых эти бактерии туда выделяют вот эти какие-то вещества аммиачные за этого такая вонь короче еще из-за этого и ноги потеют видимо какое-то раздражением происходит не знаю что там нарушается это флора вот ну может быть я сниму видос я еще как бы какое-то время поэкспериментирую и может быть сниму видос как я как избавиться от запаха ног вот никаких потому что никакие противогрибковые средства не помогают никакие все это просто не работает чё-то я не понял а чё за до срока и балки почти дошел есть какая-то дорога суда тут такой затяжок и и солнце выходит только корабль он там стоит я чё-то хочу занырнуть по плану так и было где-то в час уже сейчас почти из 15 час я думаю что надо занырнуть как бы уже сделать это дело здесь надеюсь я там пройду без всяких прижимов не буду раздеваться вода не очень чистая что то вот это мне не нравится может все таки дальше пройти я думаю может все таки дальше корабль мне не нравится как-то более уединенная я все таки решил здесь за нырнуть сейчас пока заточу пироженки вот такие заварным кремом это просто супер правда стоят они были со скидочкой небольшой сейчас бахнем и за нырнём вперёд вот 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 как холодно вода были какая-то плита скользкая не вылезет как эти моржи тут маржут заново занырнул нормально первый раз вообще жестко было про раз на чуток проплыл так вот все чуть-чуть вылезет кожа просто она какоменела но она почаще просто такие делать визусть не тогда будет нормально сейчас она вода самая холодная градусов 8 наверно клёво клёво солнце вообще припекает может загорать там еще где и нырял плита была заходишь буквально по колено чуть дальше уже и такая похожая плита была и все и вылезти не можешь бы она скользкая так но я уже почти дошел до цивилизации ну 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 так но я не знаю что это может быть это не широкая балка какая-то она маленькая где она дальше уходит туда пляжик какая-то лестница идет наверх такое ощущение что территория такого каких-то пансионатов, санаториев посмотрел по карте это еще не широкая балка как бы с Федотовки оттуда с гор идет дорога считать ее Федотовкой я не знаю какая-то база здесь широкая балка еще где-то 1,8 км по прямой тут развалилась это дело немного вода водичка чистая я надеюсь по берегу я пройду галька очень неудобная она не утрамбованная и разъезжается идти очень неудобно еще вот такое никого нет по-моему в этих домах сейчас есть нефиговый риск чтобы что это все отвалится вместе с этим домом вот уже какая-то канашка тут отвалилась вон там уже отваливается потихоньку все несмотря на ощущение безлюдности в воздухе витает запах будто бы кто-то жгет костер или печку на дровах топит или на угле даже он человек какой-то впоследствии шторма ну вон он и костер вон он дым вон там вот там вот там достижки какие-то там какая-то лодочная тема даже быть там честно не знаю какие-то пионеры какие-то пионеры не знаю не знаю вон там вот эти штуки которые волны волну не дают разрушать берег а дюрсо вон там вот это дюрсо наверное вон там вон там на баннере большом база отдыха черномор но это наверное вот это медузы что ли в одни медузы я думаю что их не видно на камеру новое старое вот опять новое будущее думаю тут хороший заход в море и вода чистая постепенно и заход и галька мелкая водичка конечно вообще шикарно учитывая что сейчас шторм маленький маленький недавно наверное только построили эти номера с видом на море а наверху здесь такое это интересно это что это не ну какие ну вряд ли это гаражики какие-то если если учитывать то что здесь бетон если бы там был заезд то здесь просто будут наверное что-нибудь продавать ну да уже продавали вот она аптека аптека так так здесь вот такое дело не знаю посмотрим смогу ли я пройти там дальше не будет ли там каких-нибудь прижимов здесь что-то было когда-то не как чушечка там дальше есть проход на дикий пока все хорошо есть где-то могу часа четыре идти потом потом стигнеет просто ну погнали скакать по камням ну погнали скакать по камням ну погнали скакать по камням огромный камень такая сыпуха в этой сыпухе наверное какой-то слой там был огромный толстый слой, который разломался в эти камни на эти камни вот они сюда потихоньку съезжают в некоторых местах вот как это ощущается будто ты во сне такое чувство интересно смотрите какой камень так все равно она не видна он здоровый он 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 после камнепада появляется вот такой пляж а вон там она широкая балка виднеется да февраль месяц я помню числа 8 наверно пару лет назад я шел в крыму а может и не пара года 3 назад я шел в крыму по берегу и было минус 8 было очень холодно сегодня 1 февраля и такое ощущение что здесь градусов 15 тепла да место красивая и склон такой необычный море тоже красиво а есть тут один большой минус воды здесь нет не вижу а в таких местах воды вода редко может быть потому что здесь не камень а глина все она где-то идет он впитывается все видно какие-то места такие мокрые сейчас посмотрим по палатках или это камень вот здесь такое вот место мокрое но не видно что там что-то текло вот есть местечко где капает вода но летом наверно тут уже ничего капать не будет тоже вот течет водичка не знаю будет ли она течь и летом что это за водичка интересный склон но потихоньку отваливается с каждым с каждым годом море забирает все больше сушить шел увидел как водичка тут прям это настоящий родник что-то башмак тут же рядом с родниковой лестнице так ну что у нас тут интересно впереди вижу какую-то непонятную стуковину которая возможно из которого должен не пройти будет весело и это еще не широкая балка вот это не широкая балка широкая балка аж вон за ней а дюрсо получается за этой горой а уже почти пол третьего и не уверен что я вообще дойдет что дойду что широкая балка не так все близко тут еще эти камни эти скалы под углом и не знаю что то есть что я пройду без водных выключений да что же это за стыковина такая что-то я прям чую что там забор не пройти там ну посмотрим что там так все по серьезному непонятно что это посмотрел я косо я прошел уже широкую балку это непонятно что и вроде как проходима по карте вот а потом будет южная озеровка потом за ней дюрсо до дюрсо 8 километров по прямой вот но это да да самый до собой дюрсо мнение это дюрсо про меня могу до лимана дойти и там наверх подняться через горы дюрсо вот это главное пройти иначе иначе фиг знает вообще придется обратно идти ну вот я же сказал что там хер пройдешь иду иду почти до совка там табличку вижу желтую далеке думал подойду почитаю чё там хрен мне там короче орут я думал это чайки вы потом слышу вероятину прохода не от орудия издалека вот типа давай бегать назад вот так то короче все чё теперь теперь блин я не знаю идти до лестнице там где тут лестница была туда наверх залазить не знаю как-то до широкой балки наверное а возвращаться там южная озеровка за этой штуковиной блин ну самого по карте не написано что там никак не обозначено что это какая-то территория ну я как бы спорить не стал что не можно пройти там сидела ну ладно чё поделать около жизни я думаю что на этом можно считать что поход закончен все теперь пока я сейчас выберусь вообще с этих мест я не очень представляю как надеюсь что в широкой балке ходит транспорт и я уеду до нее еще надо добраться а вот если с нее не ходит тогда придется в южную озеровку идти из южной озеровки попробовать или наверх подыматься туда до глебовского на по ветку так что это богодельно сильно мне попортила планы он природная изваянием похоже накладку самом деле это вот слой потрескавшийся так да вот кстати это лестница куда ведет она я не знаю в случае лучше наверх выбраться потому что там те камни по которым я скакал огромные не мешало бы ее подремонтировать туда одна перила отвалилась тут она лопнула а здесь такой сюрприз я не знаю короче сейчас посмотрим что делать либо вот здесь тропа какая-то идет по ней подыматься там есть еще какая-то тропа я видел либо либо сюда зайти его там дальше уже в широкую балку из дорога и она и не знаю что здесь будут делать мозги то вообще калитки нету по идее как бы люди ходят на здесь ну попробую пройти но остановят блин остановят чуде просто я не знаю куда это тропа ведет увидит она вообще никуда надо или нет пошел короче по тропе то кто-то есть долго никого нет будет еще ругаться вот там сверху лавочки он по идее должен по этой тропе выйти можно посмотреть как я шел если проходил скала гора из глины вон он это богадельня которую я не смог пройти не знаю что там какие-то суда стоят может что-то водоохранная не знаю он смотрите чё за фишка он по морю идет след какой-то он отдает что за след непонятно скуда он берется какой-то белый и не пошел туда я бы наверно наверно все правильно потому что пока я бы я дошел бы ну это либо с озеровки на сбой как-то выбираться либо либо с дерзо вот она это озеровка нужно будет было бы если дадут что за гору заходить за гору заходите и и короче блин еще до надежу эти блин сколько времени потом еще 900 через горы подыматься это по тимкам бы это все было бы вот такие вот стоят там короче вот это как вот это вот стоит лодка это были непонятно не знаю что из-за лодка там же такие стоят ничего не военное я не знаю что такое короче не стал я выяснять ничь все сейчас вот тут тропа есть по этой тропе и пойду знаю тут еще вон вон она еще тропа посмотрите куда она вот это ведет может какой из них эти там дальше дорога есть там на ради столбы там уже дорога не стал бы вот так иду через лес может вельники тут вон там до строитель там читать что-то строят она как-то я выйду такой лес интересный можжевельников много деревья такие маленькие маленькие худенькие вот она тоже как считается это типа кемпинга наверно можжевельники ключи телефон показано какими-то не очень зелеными они такого здесь светло-зеленого цвета места интересная будто бы что-то тут было или курганы не какие-то копы какие-то теле что непонятно вон яма вот яма пытаюсь выйти из этого частного владения там понизу хорошая тропа была но в итоге уперся в ворота мы через горы пойти ну теперь все потихонечку осваивается становится частной собственность но еще есть места где нет частной собственности и на мой век хватит а там уже там уже мне уже будет не до этого какие-то здесь вот курганы походу вот он похоже даже они думал может быть плита дольмина но это вот курган пытались вот копать что ли и там походу были курганы может неспроста и ощущения какие-то были будто ты во сне какая-то тропа вот здесь так ну это мне кажется спуску даже уж пойдем сюда сходим нет вообще не понятно где тропа а вот как-то выбраться дороги всяких ворот ну все я выброс на дорогу с гор вышел с леса теперь надо разбираться как выйти на оживленную дорогу в общем тут настоящий гемор сейчас вот надо спуститься вниз широкую балку как бы я сейчас здесь на ту основную ветку спуститься и идти идти короче если не будет широкой балки ничего ходить нужно идти в федотовку короче туда из федотовки уже идти идти в новорос может там что-то ходит то есть это нам так вот вниз идти туда вниз там дорога такая основная она идет туда туда назад короче в федотовку но федотовка через горы уже по-моему так ходят ну так на машине я по-моему ездил сюда широкую балку через федотовку а если идти широкой балки там вообще короче ну там дворить нечего там ничего не ходят сейчас вот если туда в сторону в городе в чем фишка всей этой ситуации а фишка в том что я думаю что широкой балки не ходит ходит ничего а почему а потому что это чисто курортный такой поселочек или что-то люди наверное не живут на себя вот а те кто живет их мало и они наверно добираются как-то там на своем транспорте ну как это мне кажется что сюда ничего не ходит а если даже и такси вызывать вдруг мысль такая в голову придет то такси сюда скорее всего и не приедет или приедет за какие-то бабки нереальные так-то на полторашечка будет это стоить мне полторашечка рубль где-то наверное а вот до новороса вот такие как бы пироги с пешочком придется до федотовки какие-то ты туда хотя бы куда-то наверно где-то от федотовки там что-то ходит ну как сказать метро не привыкать может я с этой темой сахсток си не заморачиваться не хочу сможете кого спрошу может это ходит отсюда так ну вот и спросил ничего не ходят отсюда только такси либо автобусы так что пойду и кишочком до федотовки пойдут пешочком я думаю сюда таки там по-любому что-то ходит 0 и дойдут она вороса пешком не плент чем тема и чё проблемы что ли его 20 километров для меня я прошел где-то на на сегодня километров 30 полтинничек для меня это вполне реально так я выхожу широкой балки вот она она я ее касса проходил и там где были от строения после мосхаку как я прошел его и потом как стали вас попадаться эти пляжи там какие-то какая-то движуха началась более-менее когда я сказал что-то не мосхаку вот прям за ним сразу был мосхаку сейчас сейчас уже наверх подымаюсь пойду до федотовки если там ничего не будет пойду дальше напрямую посмотрел по карте до новороссийска 8 километров даже меньше ну или пятнашечку я думаю если уж там самое самое печальное если уж ничего не будет попадаться то пятнашка и там уже новороссийск как раз испытать себя почему нет хотя это даже испытанием особо это не назовешь здесь почему-то так посчитали хотя я считал я считал ну я стал оттуда откуда я уже на маршрутке смогу доехать на федотовка как бы ну вот наверно виднеется мы посмотрим короче мне что мне надо дойти где входит маршрутка уже оттуда добраться прям до самого вокзала конечно не пойду посмотрим докуда где где мы где уже будет ходить маршрутки как раз может кому-то информация будет полезно хотя при желании можно попутку установить просто мне это не надо я хочу так пройти хочу проверить где маршрутки то исходят ну и так для себя потренироваться кроссовки фатих испытать что сказать сколько я прошел вот я еще мозоли не натер вот как-то так правда два носка напялил каждую ногу вот она остановка федотов конечно ждут ничего не ходит отсюда вон он уже новорос вот была бы летающая тарелка резко бы спустился бы напрямую если так идти вообще-то фигня получается как вам видочек не пошел бы я здесь не увидел бы я этого вот мне прямо надо потом направо будет дорога пойди уходите и где-то вон там уже новороссийскую дети дома только прибыл в кабардинку время 6 почти половина 7 наверно от федотовки я дошел до кладбище старого хаба ха 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 по моему называется она там как бы конечная получается я как и вышел в сторону российской автобус я увидел едет навстречу мне и останавливается напротив меня на остановке и я такой думаю пойду-ка я спрошу хорошо не едет ли он его на ворот я думал что он поедет туда в сторону федотовки ну и там этот самый короче туда и поедет может быть не до федотовки а где-то короче там кого-то развернется потом поедет в ту сторону сторону российской куда я шел вот и короче у него спросил новороссийск он говорит новороссийск он тут центрального рынка едет 2а по моему называется я короче думал что он поет в сторону федотовки а он прям там развернулся ну на этом рядом с кладбищем и сразу же мы поехали в новороссийск так что вот так мне повезло и когда короче приехал туда к центральному рынку на советов вылез дошел до вокзала прихожу там уже автобус короче стоит туда кабардинку быстро билет взял и все короче мне повезло прям я когда там шел туда от федотовки этот автобус не попался и когда в кабардинку самороссийской тоже все все четко вообще было еще и утром тоже четко я пришел сразу сего поехал так быстренько покажу по карте откуда я шел где-то здесь я высадился и пошел это у нас проспект ленина и то есть так шел 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 вот здесь магнит о котором я говорил где прошлый раз закончил свой поход пошел дальше по лениным пошел 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 сюда 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 за вышел к морю посмотрел смогу ли я пройти сюда сюда и пройти не мог в прошлый раз я вот здесь то есть дошел до суда а здесь были эти гаражи какие-то рыболовецкие гаражи подлодки так ну так вернулся обратно на ленина и так здесь у нас какая-то судоверь вот это вот все это какой-то завод или что-то такое там яхт клуб и все подряд вот и тут пройти нельзя и забор нужно было это все дело обходить и за этим забором я вышел к морю что кстати можно пройти здесь как бы такой дикий пляж со строительным мусором и пошел я уже по берегу сторону мысхаку шоу 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 тут у нас часть вот и как раз здесь находится та часть берега которая труднопроходимая где скользкие скалы входящие в воду здесь был выбор либо обходить вот это вот все дофига куда его пройти здесь я выбрал что буду идти здесь где-то и за части я вышел вышел потом наверх и дошел так пошел я ты все прошел по берегу тут по-моему какой-то ауту пляж вот он пляж говорил пляж такой и здесь течет какой-то ручей так и вот здесь опять непроходимая зона не знаю что там пришлось ее обходить я пошел сюда попробовал пройти сюда но здесь был тупик в итоге пришлось возвращаться на эту улицу и потом идти сюда так шоу 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 по вам где-то где-то вот здесь я вышел или вот здесь не помню уже и дальше пошел по берегу это уже все проходимое мы все и пошел вот дикий пляж вот отсюда по моему уже пошел дикий пляж так шоу я шоу это я все проходил 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 так 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 что у нас тут так дошел я до отсюда то есть это было еще не широкая балка какие сказал здесь вот лестница идет наверх а может быть это даже и широкая балка я не знаю вот но я по видео видео сказал что это не широкая балка а вот это поможет широкая балка считается так пошел сюда здесь какой-то здесь по моему были эти пионеры какие-то стояли фигурки и пошел дальше так пошел 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 это уже широкая как бы балка вот она на вот про это место игру типа типа это с федотовки дорога идет сюда так пошел и не по я тут не понял что это широкая балка я как бы ее прошел и и думал что она дальше так вот здесь у нас это лестница по которой в конце вышел ну да ладно так пошел я дальше пошел 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 так шоу 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 и вот сюда вот здесь зона непроходимая я не знаю что это такое вот ну здесь буквально я даже не дошел до вот этих тут специальные эти инженерные сооружения какие-то волнорезы типа от волн даже сюда не дошел и мне мне крикнули я сразу не расслышал что типа давай разворачивайся вот и пошел и обратно пошел вот это обратно шоу 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 дошел до этой лестнице пойдем сосуда тут и пошел тут через горы как-то и вышел я по моему куда-то сюда потом пошел сюда спустился на главную дорогу в широкой балке тут я говорил что либо можно вот сюда пойти но тут тут вообще ничего не ходит и тем более вот если идти сюда надо было отсюда выходить на дорогу которая федотовки идет то есть тут тут ловить было нечего в итоге я пошел вниз вот так все прошел пошел вниз и и пошел вот таким образом федотовку что пошел дошел до федотовки здесь у нас дорога либо идет на масхаку вот что мне что я подумал что нет смысла туда идти так я пошел сюда выше 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 и здесь по моему по моему вот это кладбище вот дошел я сюда и здесь здесь мне навстречу едет автобус останавливается вот здесь на остановке я подхожу к водителю спрашиваю так монты то есть вы в новороссийск можно типа с вами то есть но я думал что он поедет сюда куда-то а потом уже развернется вот он типа ну садись очень я я сел таким итоге мы просто вот тут прям же развернулся и поехал то есть это было как это конечная остановка автобус 2 а по моему вот и все и он тут же поехал сюда и все полосла и вот но российская тут короче вот здесь он как-то идет вот так по моему вот так и потом вот так вот так по концу и сюда 10 я ушел ну и все